здравствуйте уважаемые трейдеры с вами на связи виталий кухта сегодня я сделаю для вас краткий обзор таких инструментов как золото нефть евро доллар юань рубль и юань доллар затронем немножко по другим инструментом я в конце выскажусь также дополнительно напомню данный обзор выйдет как на моем youtube канале так и на канале моих партнеров с брокера компания markets давайте начнем с обзора я сегодня кратко выскажусь куда я вижу рынок более детальные обзоры по некоторым инструментом я еще планирую на данной неделе хотел очень детально рассказать по биткоину по глобальному движению я говорил ранее что я заланги но хотел чтобы вы не попали в определенную ловушку в глобальном формате по нефти довольно интересные моменты будут я сегодня их озвучу кратко но там более детально потом их разберу металла аналогично по золоту хотел еще сделать обзор такой детальной сравнение золота и биткоина чтобы вы понимали потому что сейчас много идет заблуждения по поводу прям глобально глобальных перспектив по биткоину хотя все возможно да то есть это особо мое мнение нельзя утверждать что это истинно ну в принципе вот и все будут какие-то вопросы детальные по инструментам вы пишите в комментариях итак давайте начнем золото по золоту я предполагаю что золото возможно закончила ту коррекцию которая произошла после победы на выборах господина трампа напомню что ранее еще до выборов трампа я говорил что если трамп победит сравнивал статистику с его победой в шестнадцатом году тогда золото снижалась на примерно восемь процентов там течение месяца сейчас примерно то же самое произошло у нас золото снизилась с две семьсот пятьдесят на две пятьсот пятьдесят это 200 долларов ну это 8 процентов практически в один в один да если мне математика не изменяет потому что 250 долларов это 10 10 процентов до ровно восемь процентов посмотрим произойдет данное событие аналогично или она продолжится трамп победил немножко рынке скорректировались по металлам мы в принципе нащупали хорошую поддержку в районе две пятьсот пятьдесят у нас здесь в принципе и тренд про проходит такой смотрите нарисовал по вот этим откатом которые у нас происходили в июне в августе и сейчас на этой зоне мы стопорнули я рассматриваю что золото если то есть нужно понимать и внимательно слушать если мы сейчас закончили коррекцию и мы больше не будем обновлять вот эти минимумы скорее всего золото идет дальше что на штурм уровня 2 800 вот этих максимум и дальше в район 3000 и выше да то есть вот это такой максимум коррекции которые золото себе позволило и дальше только вверх потому что принципе сейчас мире кто следит за последнее время то что происходило вот воскресенье понедельник новости вот эти конфликты потенциальные скажем и так далее то в принципе золото почувствовала что нужно его снова покупать эти трейдеры которые торгуют золото снова вошли в лог поэтому золото моя рекомендация на покупку если мы ломаем вот эту трендовую то принципе может произойти какая-то альтернатива и я они пока не думаю если она произойдет то есть я золото пока оставляю возможно она затянется больше может ли это произошел слом тренда по золоту после победы трампа и мы уйдем там очень далеко все возможно но это для меня альтернативный сценарий я я его пока в себе не включаю я рассматриваю только логи поэтому золото я залон глобально дальше по нефти нефть марки бренд light в принципе там ситуация аналогичная то есть давайте рассмотрим в глобальной перспективе то есть мне интересно глобально что здесь про золоту происходит локальные движения для меня не интересны там на доллар 2 то есть это такое даже не рассматривали для меня интересно там 10 долларов 20 долларов движения взять по нефти потому что на хороших движениях можно хорошо заработать а на таких движениях как 20 30 50 долларов движения кто умеет такие сделки держать вот там как раз зарабатывается хорошие деньги на этом и так я сейчас расскажу о коротко свое видение по нефти скажем краткосрочно среднесрочно и долгосрочно в двух словах почему что и как я в двух словах тоже расскажу уже детально где-то я планирую тоже детальный обзор снять то есть если сначала разберем краткосрочно то есть краткосрочно для меня нефть спекулятивно я рассматриваю покупки то есть пока мы выше 70 долларов по нефти марки бренд я за лонг в район 76 и дальше в район примерно возможно 80 нам то есть это примерно достаточно неплохое движение то есть этот сценарий который рассматриваем и в принципе вчера достаточно хорошо вы купили на вот этих заявлениях о возможных потенциальных конфликтах и так далее оружие и и так далее поэтому мне кажется трейдер занервничали начали вчера откупать для меня пока на текущий момент ключевой поддержкой является 70 долларов по нефти марки бренд и я пока рассматриваю в ланге какая альтернатива этому если вы потому что сейчас много фундамента в принципе по китаю что китай достаточно плохо в экономическом понятии плюс там много много чего еще такой достаточно важный момент китае много автомобилей автобусы там и так далее переходят на электро и поэтому тоже идет сокращение потребления нефти плюс экономика как я уже сказал находится в упадке они в принципе пытается ее скажем стимулировать уже несколько раз ну это скажем как от отскок такой небольшой до принципе перспективы там не очень что произойдет на альтернативном варианте который я вижу я вам рассказал сейчас вариант краткосрочные спекулятивные среднесрочная по нефти вижу падение то есть когда бы я бы его шортил первый вариант когда она отскочит где-то в район 80 плюс-минус если отскочит если она туда не будет отскакивать и это сценарий краткосрочно не отрабатывается я бы или вы допустим не хотите покупать нефть и у вас есть предпочтение фундаментальной и другие какие-то показатели указывают на шорт в принципе я бы шортил нефть только при пробое 70 долларов да вот если мы пройдем 70 долларов она так и смотрится потому что среднесрочно мы если рассмотрим вот этот большой паттерн у нас мы видим что цену последние скажем последний год ровно у нас идут понижающийся максимум смотрите 95 92 87 80 76 да и все сводится тому что скорее всего мы данный уровень 70 будем пробивать поэтому кто торгует модель на пробой я бы искал точки ввода на при пробое 70 долларов да и там потенциал тоже хороший 10 долларов как минимум я думаю мы дальше уйдем к 60 а возможно к 50 это такие среднесрочные цели на падение на шорт но дальше вот если забегать на период это уже я думаю это будет двадцать пятый год с потенциальным развитие конфликта на ближнем востоке я думаю что там будет очень горячим между израилем и и ираном там будут очень сильно несколько мне кажется будет эскалация конфликта и сша там будет и много чего и и бабах нет сильно и поэтому уже крупные банки американские начинают закладывать модели о возможном достаточно мощном росте нефти помню помним начало 22 года нефть тестировала 130 я думаю что после и в принципе у нас ничего не произошло нефть как поставлялась мире так и поставляется там плюс минус там не глобально как видим так далее а вот если там ближний восток как-то разгорится конфликт и там будет будет сложно и нефть в долгосроке может выстрелить в район 150 200 возможно и выше там 250 то есть потому что вот у нас двадцать второй год мы там 130 показали ничего не произошло там глобально по на нефтяном рынке а если ближний восток загорится то там 200 250 это полнее крупные банки уже вот это моделируют вот эту ситуацию как хеджировать свои риски поэтому будет 25 год будет интересно достаточно поэтому нефть я был вот пока вот так вижу то есть пока я по нефти высказался дальше евро доллар по евро доллару на ситуация скажем как я ранее говорил что в глобальном формате вот это все движение которые есть она скажем имеет форму коррекции последние два года и здесь вопрос когда закончится эта коррекция то есть вот это движение которое у нас идет скажем сколько практически больше полтора месяца вниз я пока скажем локально на каких-то часовых темфреймах там видел разворот возможный разворот но пока на дневном там фрейме у нас нету прям такой сильной модели и мы пока уровень 105 такой психологически удерживаем но есть большая доля вероятности что мы дальше будем тестировать уровень 1 0 4 50 и были там комментарии прошлых моих обзорах что мы возможно 1 0 2 достигнем или паритет такой в принципе возможно я сказать какая глубина вот здесь будет прорыва уровня 1 0 4 50 сложно но если она будет принципе ничего страшного и когда будет появляться точки входа по по евро такие более значимые я буду говорить я сейчас не занимаюсь шортами по евро вот я в принципе вот эти вот этот шорт я пропустил я даже пытался вчера вы здесь на часовом там фрейме рассматривать покупку мы локально в принципе там росли но это такое было движение небольшое на часовом то время посмотрим что мы дальше будем рисовать поэтому по евро пока в глобальном формате я высказался локально мы еще можем в принципе неплохо подпадать там пунктов 100 150 200 я этого не исключаю дальше в двух словах еще хотел затронуть доллар юань рубль потому что здесь здесь есть такое неплохое накопление большое и мне кажется что мы дальше будем будем расти или с текущих или с небольшой коррекции пока мы выше 3 1350 я за глобальный рост ну скажем не то что за глобальный за пока рост возможно в районе 14 и выше по юаню рубль и то же самое касается доллар юаню принципе кто помнит я еще где-то в середине октября записывал в обзоре брал доллар юань и говорил что у нас возможно идет разворот глобально с обновлением вот этих максимум которые у нас были в прошлом году мы практически процентов 50 уже сделали скажем моего прогноза я думаю что дальше стоит только рассматривать рост по данному инструменту что касается других инструментов в принципе там ничего не меняется поэтому в следующих обзорах я о них детально поговорю фондовый индекс натуральный газ другие инструменты на серебро форекс и там дополнительные пары bitcoin я я в прошлый раз расписывал это все расскажем детали в закрытом канале принципе если у вас будет возникать какая-то информация скажем интерес к закрытому каналу про сигнал в описании под видео есть информация вся на ссылки пишите на если будут возникать эти вопросы или по обучению данной стратегии модельный трейдинг на этом все обязательно соблюдайте риски ждите обновления пока удачи